Марина закурила. Она стояла около окна, смотрела на струи дождя, которые изменились по стеклу. — Снова куришь, Марин? — укоризненно спросила мать. Марина выбросила сигарету на улицу, помахала рукой, разгоняя дым, и повернулась к матери. — А она ведь про меня пела, — сказала Марина. — Кто она? — Елена Ваенга. Помнишь? Снова стою одна, снова курю мама снова. А вот интересно, а что у нее случилось? Может, тоже развод? — Дочка, ну сколько можно? Развод не смерть, надо жить дальше. — Надо, мама. Ты иди, ложись спать. Я обязательно буду жить дальше. Мать посмотрела на нее, покачала головой и ушла в свою комнату. Марина в который раз огляделась. Эта комната была ее с детства. Если приглядеться, то можно было увидеть ее, девочку. Когда она вышла замуж и переехала, родители ничего не стали менять, будто знали, она вернется. С каждым годом девочка уходила, терялась во времени. Обои ее любимого зеленого цвета выгорели, книги могли вызвать усмешку у взрослого человека. На стене над кроватью висел календарь ее последнего девичьего года. Отсюда она уходила, убегала окрыленной, во взрослую жизнь, к любимому человеку. Календарь был за 2018 год. Как много изменилось за эти пять лет. Взрослая жизнь осталась, а вот любимый человек оказался совсем не таким, каким она представляла его. Марина старалась, она понимала, все люди разные, разные семейные привычки, да много разного. Но легкая прижимистость стала скупостью, а потом превратилась в откровенную жадность. Купить новое платье к дню рождения? У тебя старых полно. Съездить отдохнуть? Делать нечего. Родить ребенка? Дети это такие расходы, мы молодые, успеем. Завести котенка? Он все обдерет и обоссыт, надо будет ремонт делать. И Марине надоело. Ладно бы она не работала. Она получала не меньше супруга. Надоели макароны без мяса, одни и те же кофточки. Она растеряла подруг, потому что никуда не ходила. Ей надоело прикрываться любовью к семейному уюту. Она хотела в ресторан танцевать на высоких каблуках. Марина не стала скандалить, она собрала вещи и ушла. На столе она оставила записку, где все траты за процесс обязалась взять на себя. Она сменила номер телефона, пошла в магазин, купила новое платье, сделала новую прическу. В суде муж, бывший муж, поправила она себя, ее не узнал. Он сделал ей комплимент, быстро перестроился, подумала Марина, и осекся, увидев ее насмешливые глаза. Так почему теперь она курила? Марина успокаивалась. Она сама толком не могла объяснить, но новая перемена в жизни далась ей гораздо тяжелее, чем то, что произошло пять лет назад. Ладно, на самом деле хватит беспокоить мать. Надо жить новая жизнь, новые знакомые и, может быть, друзья. Одно новое платье у нее есть, купить еще. Ребенка она одна заводить не будет. И вообще, что за выражение «завести ребенка»? Она не будет заводить даже кошку. Она ее найдет. Она найдет на улице кошку, которой негде жить. С этой мыслью Марина наконец-то уснула. Марина была хорошим специалистом, и судьба, словно соглашаясь с ее желанием всего нового, подарила ей новую работу. Интересную, перспективную. Женщина погрузилась в нее с головой. Новых друзей она пока не нашла. Но коллеги хорошо приняли умную, симпатичную, с чувством юмора и достоинства женщину. Работа увлекла Марину. Она стала задерживаться, обсуждая с коллегами новые проекты. Вот и сегодня. Уже давно закончился рабочий день, а они еще сидели и спорили. Так, Марина Олеговна, мы ни к чему не придем. Мы уже повторяемся. Воскликнул ее непосредственный начальник Роман Анатольевич. Надо дождаться результатов от аналитиков. А Семена давно ждет жена. Семен, она еще не обещала тебя выставить? Пока нет. Ключевое слово пока. Уже девятый час. Темно. Все. По домам. Они выключили компьютеры и быстро собрались. Охранник на выходе из здания укоризненно покачал головой. Выйдя на крыльцо, Марина вздрогнула от ветра. До остановки предстояло идти ему навстречу. Она стала спускаться по ступенькам, когда ее догнал сдавший ключ охраннику начальник. Марина Олеговна, вам далеко ехать? Спросил он. Нет, Роман Анатольевич, не очень. Правда, с пересадкой. Давайте я вас подвезу. Такая погода, быстрее доберетесь до вкусного ужина. А ваш вкусный ужин? Вдруг спросила Марина. Мне неловко вас задерживать. А моего ужина еще нет. Закажу доставку или пожарю картошки. Марина хотела спросить еще о чем-то, но просто кивнула. Подвозите. Умираю от голода. Они сели в машину. Мужчина завел мотор и дал ему немного прогреться. Марина сказала ему адрес. Мужчина кивнул. Недалеко. И свернул небольшой переулок. Марина смотрела в окно. Оказывается, я совсем не знаю района. Сказала она. Незнакомые улицы. Просто вы, Марина Олеговна, пешеход. А я автомобилист. Сказал мужчина. Он хотел сказать еще что-то, но вдруг резко затормозил и вышел из машины. Марина открыла окно и выглянула. Что там такое, Роман Анатольевич? Кошка. Кто-то сбил кошку. Она жива, но сильно искалечена. Ее немедленно надо к врачу. Мужчина снял с себя куртку, осторожно положил на нее что-то и открыл заднюю дверь. Давайте ее сюда, вдруг сказала Марина. На повороте она может упасть в сиденье. Роман кивнул, обошел машину. Я постараюсь не испачкать вас, Марина Олеговна. Куртка большая. Просто Марина, Роман Анатольевич. А где здесь клиника? Тогда просто Роман, ответил мужчина. Клиника недалеко. Я иногда помогаю машиной волонтерам. Марина постаралась бережнее держать тяжело дышащие животные. Роман завел машину и поехал по каким-то совсем незнакомым ей переулкам. Но буквально минут через пять он остановился перед невысоким зданием. Приехали. Он вышел из машины, аккуратно взял из рук Марины свою куртку с кошкой. Подождите, я с вами, сказала она. Роман кивнул, закрыл машину и быстро пошел к освещенному подъезду. Марина поспешила за ним. Роман стремительно шел, явно знакомой ему дорогой. В клинике его узнали. Роман, кто у тебя? Да вот, кошку кто-то сбил, надо ее срочно к врачу, мне кажется, она много крови потеряла. Сейчас я позову, сегодня Виталик дежурит. Пока Роман разговаривал с врачом и потом оттирал свою куртку от грязи, Марина огляделась. Таблица с рационами, реклама кормов, фотографии кошек и собак. Марина, женщина вздрогнула. Простите, напугал. Мне так неловко перед вами. Обещал быстро доставить до дома, а сам. Давайте я вам такси вызову. Что с кошкой? Перебила его она. Пока не знаю. Делают рентген. Скорее всего, нужна будет операция. Так как насчет такси? Такси я и сама могу вызвать, ответила Марина. Вы будете ждать? Роман кивнул. Тогда и я подожду, сказала она. Я тоже волнуюсь. Роман посмотрел на нее. Давайте присядем. Это займет минимум полчаса. Но вы же голодны, вспомнил он. Ничего, усмехнулась Марина. Немного поголодаю. Это полезно. Они сели и замолчали. У Марины зазвонил телефон. Да, мама, со мной все в порядке. Нет, не на работе. В клинике. Мама, послушай, в ветеринарной клинике. Кто-то на улице сбил кошку. Мы с коллегой привезли ее в клинику. Обязательно. Меня даже на машине подвезут. Не волнуйся. Пока. Мама волнуется. Роман виновато вздохнул. Не вздыхайте. Вы же не хотели. Я хотела новой жизни. Вот это она и есть. Не понял, сказал Роман, но Марина ответить не успела. Вышел врач. Переломы задних лап. Большая потеря крови. Нужна операция. Роман решительно сказал. Делайте. С волонтерами связываться долго. Я все оплачу сам. Хорошо, сказал врач. Вы езжайте домой. Это дело не одного часа. Я пришлю вам СМС. Роман кивнул и повернулся к Марине. Давайте. Я наконец отвезу вас домой. Они вышли из клиники и сели в машину. Марина совершенно не представляла, где они находятся. Роман сосредоточенно вел машину по темным улицам. Марина вдруг засмеялась. Мужчина удивленно посмотрел на нее. Новая жизнь. Ответила Марина на его взгляд. Еще несколько месяцев назад я и представить себе не могла такое. Темная ночь. Я не дома, а в машине с начальником в как будто совершенно незнакомом городе. Вот только кошку жалко. Грустно закончила она. С кошкой все будет в порядке. Врач очень хороший. Да и город не такой уж незнакомый. Вот ваш дом. Я еще раз прошу меня извинить. Не извиняйтесь, Роман, ответила Марина. Я рада, что хоть чуть была полезна, когда вам сообщат результат операции. Думаю, утром я получу СМС. А завтра только суббота. Протянула Марина. Знаете что, можно я вам позвоню? Узнать, как дела у кошки? Я вам сам позвоню. До свидания, Марина. Сказал Роман. Он обошел машину, открыл дверь и помог ей выйти. Марина помахала ему с крыльца. Потом она зашла в подъезд и через щелочку в двери смотрела, как Роман возвращается в машину, заводит ее, разворачивается и уезжает. Она поднялась домой, открыла дверь и встретилась взглядом с матерью. «Мама, умираю, есть хочу!» Воскликнула она. «Кто кавалер-то твой, который привез?» Ворчливо спросила мать. «Начальник мой, Роман Анатольевич». «А с кошкой что?» Спросил отец, выходя из комнаты. «Кошка в клинике, на операции». «Пап, мам, я умираю, как жрать хочу!» Выдала вдруг взрослая культурная женщина. «Так, раздевайся и мои руки, готовы уже давно все!» Марина ужинала и вспоминала ночную поездку по городу. Потом она легла спать и во сне продолжала мчаться по темным улицам в незнакомой машине. Но почему-то ей не было страшно, и все время казалось, что машина едет к свету. На другой день она проснулась поздно, потянулась, как в детстве, посмотрела в окно и снова укрылась одеялом. «Вставай, принцесса!» Как в детстве сказал ей отец. «Ну, пап, рано еще!» «Да какой там рано! Полдень скоро, и принц уже звонил!» «Какой принц, папа!» «Ну, тебе виднее какой! А зовут Роман Анатольевич!» Марина моментально все вспомнила. Что он сказал? Просил передать, что с кошкой все в порядке. Марина взяла телефон, пропущенных звонков на нем не было. «Ну, папа, что ты врешь?» «Ничего я не вру!» Он на городской звонил, сказал, не хочет тебя будить. «Да откуда же он узнал-то городской?» «Дочь, тебе немедленно надо позавтракать, и тогда я сообщу тебе величайшую тайну вселенной!» «Сначала тайну!» «Весело сказала Марина!» «Ну, хорошо, согласился отец. Дочь моя, существуют телефонные книги. Эх ты, дитя мобильной эры! А теперь быстро вставать и завтракать!» После завтрака Марина позвонила Роману и потребовала полного отчета. Он сказал, что как раз собирается в клинику и предложил ей самой услышать все из первых уст. Мать с отцом смотрели на то, как их дочь садится в машину. «Повеселела-то Маринка!» Сказал отец. «Видно, хороший мужик ее начальник!» «Дай бог!» Ответила мать. В клинике врач показал им лежащую на белой простыне небольшую рыжую кошку. В переднюю лапу была вставлена капельница. Задние были в гипсе. Позвоночник, к счастью, не задет, так что ходить она будет. Надо связаться с волонтерами и искать передержку. «Не надо передержку!» Сказала Марина. «Я заберу ее себе! Я давно хотела взять кошку, которой негде жить. И вот еще что! Половина денег за операцию моя!» «И не спорьте!» Грозно повернулась она к Роману. Тот молча вскинул руки, сдаваясь. Ему не хотелось спорить, а хотелось просто быть рядом с этой прекрасной девушкой. Через три года, смотря на то, как Мурка лежит рядом с его новорожденным сыном, Роман вспоминал тот вечер и улыбался. А Марина что-то готовила на кухне, тихонько напевая и подглядывая за своими любимыми. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго! До свидания!